Так это или не так, давайте разбираться, в чем зарыта любовная собака. Простите. Настя, постановка задачи сегодня вообще шикарная. Я жралась очень. Видно, да, что у меня все хорошо в семье. Любовная собака. Собака зарыта где-то там, да. Ну что, миф это или не миф, как ты считаешь? У тебя как раз есть возможность, наверное, оценить это, потому что у тебя еще не 20 лет. Нет, у меня не 20 лет. Можешь ты быть еще счастливее, чем сейчас? Я думаю, да. Есть потенциал вообще. Но я все-таки буду и не столько с личной, сколько с профессиональной точки зрения этот вопрос конкурировать. И я не очень согласна насчет, что бабах, вот, короче, празднуем юбилей 20-летний, там какая фарфоровая свадьба. Я тоже не помню точно, ну что-то вроде там. Не доживал я до такого срока. Значит, доползли такие, ааа, еще 3 дня, 20 лет. И все, и накрыло ребят счастьем, и вот буквально до гробовой доски. Ну, понятно, что я, конечно, преувеличила слегка вот эту резкость. Да, да, да. Ну, допустим. Но в целом я согласна с такой обстановкой вопроса. И, конечно, здесь вот я сейчас буду, наверное, такая. Я вообще удивилась, что, оказывается, больше всего разногласий вот в самое начало совместной жизни, оказывается-то. Казалось мне всегда, что должна быть влюбленность, вот это чувство окрыленности в начале. Оказывается, больше всего разногласий там. Ну, а как же притираться? Ну, первый год, да? Очень много разводов. Конечно, конечно, да. Несколько нормативных таких есть. Опять же, кризисов, да? Первый год в 3-6 лет. Сейчас статистика вообще, как скачет, там практически 80% тех, кто поженились, через год разводятся. Да хоть не через 2 дня, как в кино. Ну, и такое тоже. И то интересно. Не, ну, самый короткий я видела развод через месяц. 2 часа? Через месяц. Нет, ну, через 2 часа это, наверное, что-то эффективное, там, для каких-то других целей все-таки было. Ну, не знаю. Даже у звезд есть такие случаи. Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая. Они, по-моему, развелись через 3-4 дня. Ух ты! Ну, гульнули. Вот это да, вот это хорошо. Ну, да. Ну, смотри, то есть я здесь, конечно, буду капитан очевидность. То есть если люди выдержали 20 лет вместе, они вместе вырастили детей, они, скорее всего, прошли множество этапов, уже притерлись. Там еще говорится о том, что они прошли разные беды со стороны. То есть они вместе наблюдали, как разводятся их друзья, вместе наблюдали, там, как кто-то умирает, они вместе пережили много горя, и это их сплочает. Ну, да. Ну, мне кажется, это такая, в том числе, самая очевидная штука, что те, кого не устраивало, они, чтобы с этой ситуацией сделать, остаются за 20 лет те люди, которые уже друг к другу адаптировались. И даже вот вы, наверное, видели такие пары, там, дедушки, бабушки, которые, там, она его привычно пили. Так ты, старый черт, куда пошел, там, сядь на место, и все такое. А он привычно ей, там, да сейчас, я уже, да успокойся. И вот у них вот вроде бы постоянно какие-то такие подколки, но это уже так привычно, и это всех устраивает, и для них это привычная среда. И без этого им будет плохо. Да. Ну, вот как-то вот они вот так привыкли жить. Вот, поэтому, ну, это, с моей точки зрения, конечно, такая очевидная штука. И мне интересно было бы поговорить про то, как добраться до этих 20 лет. То есть, что нужно. Это очень большая загадка. Это, да, это фантастика. Мне всегда интересно, как понять, стоит ли тянуть вот до 20 лет, или как понять, что безнадега. Или стоит какой-то момент перетерпеть, переждать и выйти на новый уровень какой-то. Ну, да, классный вопрос, конечно. Знаешь, ну, вот есть такие нормативные, кризисные этапы в семье, и они, смотри, чем обусловлены. Вот первый год, мы с вами говорили в одной из передач, после того, как люди выбирают себе супруга, и как они адаптируются. То есть, первая задача, когда пара живет как пара, это научиться договариваться, научиться учитывать интересы другого, слушать, слышать вот все вот эти коммуникативные вещи. Если люди научаются, и у них потом дальше идет... Как правило, это обучение первый год, да, длится? Это первый год. Вот когда говорят, там, милые бронятся, только тешатся, когда там, стерпятся, слюбятся, вот это вот все. Вот, и... Если дальше вы понимаете, что вы продолжаете вот эту процедуру притирания уже 2-3 года, значит, это уже что-то не так. Не очень хорошо, если один из партнеров или оба сбегают от этого, например. То есть, скандалы не конструктивны, не идет изменение поведения. А, например... Кто-то не пытается меняться, да? Ну, смотри, да. Что такое конструктивный скандал, конструктивная ссора? Это когда, например... Есть за что ругаться, да? Нет. Ты знаешь, это когда есть какие-то претензии, ну, самые там банальные, не знаю... Носки не убрал. Да, он не убирает носки, а она готовит борщ не так вкусно, как мама. И когда пара садится, обсуждает, и они решают, чего они хотят. Они хотят, чтобы, думаю, там был мир, там, спокойствие, уважение личных границ. И они каким-то образом меняют... Каждый понимает, что его не устраивает, да, и как он хочет в идеале, и готов это обсудить. И готовы идти на компромиссы. И они могут быть совершенно разные. Они могут договориться, что ходят на борщ к маме раз в неделю. Они могут договориться, что под носки там выделяется специальная коробка, куда жена... Лучше три, чтобы далеко не ходить заодно. Ну, то есть, находятся какие-то выходы. Ищут пути решения, да, каких-то таких маленьких проблем. Да, пути нашли, проблемы это больше не возникает. А если вот уходят от этого, да? Если он там хлопнул дверью, пошел пить с друзьями, а она заскандалила, уехала к маме, и мама мне вообще говорила, что ты гад, и замуж с тебя выходить не надо, вот это неконструктивный способ решения споров. И, ну, как бы тут диагноз может быть разный. Если пар не хочет решать свои проблемы, это звоночек. Это звоночек, да. И вот у меня очень классно бывает, когда приходит вообще пара к семейному психологу, у меня всегда прогноз благоприятный. Потому что это значит, что, во-первых, у людей есть намерение менять, а во-вторых, они способны договориться хотя бы о том, чтобы пойти к психологу. Чтобы пойти к специалисту, чтобы решить вот эти проблемы. Как правило, если пара пришла, все будет уже хорошо. Ну, то есть, изменения все возможны. Ребята, мы нашли вам пути к счастью в семейной жизни. Идите к психологу, в любом случае, что бы ни произошло, если вы туда пойдете, значит, все ок. Вы уже можете, вы можете договориться, и вы хотите искать решение. Да, это круто. Это круто. После рекламы давайте вернемся. Хорошо, давайте. Покойно. Наши разговоры, которые мы за эфиром тоже как-то записываем потом. Да, очень ценные советы мы тут даем. Мы относительно брака сегодня общаемся с Анной Лепихиной, нашим психологом. Выяснили, что с любой парой, которая к психологу приходит, в любом конфликте разбираться, априори все будет хорошо, потому что они смогли договориться и туда прийти. Это самое важное. Хоть в чем-то сможешь договориться. И у них есть намерение что-то менять, что-то решать. Они же пришли за помощью, правильно? Значит, они хотят, чтобы все решилось. Это уже прям очень здорово. Дальше. Дальше. Следующий кризисный этап, когда рождается ребенок. То есть и пара осваивает новые роли, роли родительские. И это тоже в это время многих колбасит. И причем бывает сразу же после... Только ленивый не предупредил меня, что все отношения напрочь изменятся, когда появится ребенок. Ну, они, ты знаешь... Все будет по-другому. Они перестроятся. Вообще вы целоваться перестанете. Всегда. Нет, дело не в этом. Я не согласна. Дело не в этом. Ты знаешь, они просто перестроятся. То есть вопрос, насколько оба родителя готовы принять, кроме супружеской, еще родительскую роль. Насколько они готовы делить новые вызовы, которые будут. Потому что ребенок... И обязанности. И обязанности. И радость в том числе. Насколько они способны радоваться вот этой новой жизни, которую вы смотрите, как она сейчас разворачивается. Я знаю, некоторые даже графики составляют, что сегодня ты просыпаешься к нему, а завтра я. Это тоже, кстати, выход нормальный. Да. Не так, что, знаешь, я вот там просыпаюсь, вот, есть график. Пожалуйста. Сегодня я, завтра ты. Все нормально. Можно контракт подписывать. Может быть. Слушайте, ну а есть реально такая тема, как семейный договор, как метод терапии семейной. И вот сначала это может быть график, это могут быть санкции, потом это может быть добрая воля, там, сегодня я тебя прикрою, завтра ты меня прикроешь. По-разному. Самое главное, опять же, если пара на предыдущем этапе научилась договариваться, спор решать конструктивно, им будет гораздо легче принять уже родительские роли. Тут какие есть угрозы. Можно скинуть ребенка на дедушек, бабушек, и вроде как... Это тоже не очень хорошо, да? Мы остаемся на предыдущем этапе, конфликт будет просто отсрочен. Он отсрочен, но он все равно неизбежен. Он неизбежен, да. Пара проходит вот эти вещи, отлично, ребята, вы молодцы, вы прошли еще один уровень на пути к счастливому двадцатилетию. Что происходит дальше? Дальше три... Подожди, я не поняла, как мы его прошли? Мы, если его не отсрочиваем, а как с ним справиться нормально, без потерь? Как без потерь? Ну, ты рассматриваешь, как перестраивается твоя жизнь. У женщины в это время такой серьезный, экзистенциальный прям вопрос возникает, что, чему вам будет больше посвящать времени, ребенку или карьере? Готова ли она жертвовать, ну, там, отставанием в карьере и вкладываться в своего ребенка? На пути к счастливому двадцатилетию, как мы поступим? Откажемся от карьеры? Слушай, нет, нет. Самое главное, чтобы женщина сделала какой-то для себя выбор осознанный, партнер мог ее в этом поддержать. Вот. Понимаешь? Осознанно. Хорошо. Осознанный выбор и вот эти вот вещи, которые… То есть жизнь, она будет меняться, сон будет меняться, режим, возможности досуга, все такое. Поэтому… Принять, понять, договориться. Принять, понять, договориться. Умница. Да. Очень хорошо. Дальше. Дальше. Хорошо. Три года ребенку. Там кризис у ребенка. Ты знаешь, там еще такая история. Женщина выходит из декрета, если она это время сидела дома с ребенком, бывает, сносит башню от того, что появляется какое-то количество свободы. Хочется жизни. Хочется жизни, да. Надоел бы. Хутить! Хутить! Слушай, в это время, опять же, ты смотри в социум, что говорит, бери от жизни все. Ты должна быть успешна во множестве ролей. И в это время тоже, если муж может эти потребности понять и поддержать в досуге в каком-то, не знаю, там с подружками, в хобби, в спорте, в чем-то еще. То есть немножко перенять ребенка на себя. Да, да, да. И на протяжении вот этих трех лет тоже давать маме там подышать, какое-то количество свободы, вот не будет такого жесткого кризиса. Но вот тоже наступает такой переходный период, потому что здесь женщина, она может начать, опять же, совмещать роль мамы, еще роль, не знаю, сотрудницы или там руководителя, ну то есть какой-то бизнес появляется, еще карьерная составляющая. Вот, этот период, он тоже такой бывает достаточно непростой. Я знаю достаточно количества там семей, которых очень сильно так штормило в это время. Если могут договориться, то хорошо. Для мужчины угроза какая-то, с точки зрения женщины все это рассматривала, мужчине тяжело чувствовать себя ненужным, заброшенным, потому что очень много внимания, которое ему уделяла женщина, там, как партнеру семейному, оно отвлекается. Тут можно, я предположу, чтобы ему не оказалось скучно, он может быть вовлечен в процесс занятия ребенком. Да, замечательно, замечательно, можно делать это вместе. То, что он, то внимание, которое он уделял женщине, может также уделить ребенку, как делает это она. Можно делать вместе, еще очень здорово, вот бабушки, дедушки, няни, они здесь бесценны с точки зрения совместного досуга супругов без ребенка. Ну, это не значит перекладывать роли, это значит, иногда уделять время друг другу. Да, да. Но не злоупотреблять. Выспаться вместе. Как выспаться, это кровь. Да, да, да. Это и сейчас кровь, пока ребенка еще нет. Хорошо. Ну вот, что происходит дальше? Я сейчас так вот прям голубым по Европу. Дальше большое напряжение, вот наступает период где-то 10-15 лет совместной жизни, это вот когда говорят, как бытовуха заела. Когда все одно и то же, дом, работа. Все одно и то же, дом, работа. Уже родительские роли, они тоже как-то так привычные. Уже привыкшие такие. Привычные, да. И в это время рекомендуется супругам осмотреться в сторону общих интересов. Ну, то есть вот здесь освежать свою дружбу. Найти какое-то дело, да. Да, что мы делаем, что мы делаем вместе. И хорошо очень путешествовать вместе по каким-то первым романтическим местам. То есть освежать воспоминания. Ностальжи. Да, ностальжи, страсти, все такое. И здесь вот очень интересно. То есть бывает, почему... Пересматривать свадебную кассету. Ну, как вариант. Потому что спустя 15 лет это уже будет не забаржи. Нет, это может быть очень смешно. Сразу чувствуется, откуда, да, человек? Кассету. Кассету. Да, что это, да? Да, да, да. Ну вот. У нас будет свадебный гугл-диск. По дороге, вот я пропустила еще один такой интересный момент, когда ребенок идет в школу первой. Тоже... Там просто большая ответственность для ребенка, для тебя. Там большая ответственность, и там получается первое столкновение семьи с социумом. То есть когда ребенок идет в школу, то он является... Начинаешь в ночь с кем ему дружить, с кем не дружить? Нет, нет. Тебя начинает оценивать социум. Учителя тебе говорят, а что... Хорошие ты родители или нет, да? Да, не очень. А что там у вас в семье происходит, что-то матом ругается. Ну да. И он становится таким представителем семьи в социуме. Такой визитной карточкой вашей. Визитная карточка. Возникает много напряжения, то есть тоже вот родители, они в это время прям... Их бывает подколбашить. Ты меня возоришь. Да. Много, много есть интересных задач, которые до 20 лет нужно семье прорешать. Ну и вот. И самый такой, с моей точки зрения, сложный период, кроме вот первого года, это когда 15 где-то лет семья живет. Почему вот многие не дотягивают до 20-летия? Совпадает несколько моментов в одном времени. Во-первых, заедает рутина. Во-вторых, вырастает, ребенок становится подростком. Ему хочется справлять время с друзьями. И он уже не так включен в жизнь семьи, он не так отвечает на потребности родителей во внимании, в любви, в чем-то еще. Раньше-то всегда... И заняться бы друг другом, но привычка уже прошла. Совместных нету занятий, каких-то совместных хобби, совместных интересов нет, привычки договариваться. А мы выживали только вместе. Вот тут очень большой может быть кризис семейный. Опять же, в это время, вы помните, что происходит с людьми после 40, пересмотр, мне нужно взять еще очень многое от жизни. И пересматривается еще раз становка сил. У женщины физическая привлекательность снижается, у мужчины, как правило, уверенность в себе, статусность, деньги, она повышается. В это время, как там, седина в голову, там, без ребра, мужчины женятся на молоденьких, или жена начинает очень сильно ревновать, что такое вдруг произойдет, потому что она чувствует себя менее привлекательной. И вот в это время, если семья сможет посмотреть друг на друга заново, что, слушай, а ведь это же человек, с которым мы прошли столько испытаний, мы детей там вместе вырастили, мы с тобой смогли очень много конфликтов пережить. И сейчас нам нужно просто найти для себя другие радости какие-то. Вот если семья вот это может делать и научиться жить вдвоем в этом возрасте со своим надежным, счастливым партнером уже прям хорошо, вот будет дальше вам 20. Это непросто, на самом деле. Чтобы дойти до счастливых 20 лет заветных, нужно к 15-летию примерно своей семьи найти какое-то общее занятие, вспомнить, что вы любите делать вместе, да, кроме детей, и вперед. Ну и, конечно же, если вдруг что, обязательно к психологу, это будет знак, что в вашей семье ничего не страшно, и вы можете любой конфликт решить, и главное, вы этого хотите. Но в этом, если что, всегда хочется вам помочь. Анна Лепихина, можете найти ее в соцсетях в нашей группе ВКонтакте, задавать ей вопросы. Саня, спасибо. Ура. Пожалуйста, договаривайтесь, друзья. Часть и радость.